кто такой кто здравствуйте здрасте вас что-то не видно здравствуйте кто вы будете откуда и зачем мне интересно сейчас так минутку давайте познакомимся у вас вас и это повыше голову то вы как-то да вот так до подбородка только видно вот так и что-то сильно темное у вас так совершенно темное пятно вот так вот скажите кто вы откуда я со ставропольского края петр я вам как-то звонил давно так по телефону интересовался там я хотел спросить у вас по поводу лагеря вашего вы его расформировали вообще или как он у вас я сначала спрошу вы не против что у нас все выставляется в интернет и вся эта беседа да не против но я не хочу отнимать но но все договорили чтобы не было претензий значит основателем создательном лагеря я являюсь 72 году нынче исполнено 45 лет при коммунистах тоже было преследование разное там было но можно было как-то все таки можно было как-то а нынче им дали такую власть у них и суды и прокуратура и полиция все на их стороне но естественно что надо было думать как это было восемнадцатого июля они полиция приехала ночью в 10 ночи когда дети уже спали но мы провели тренировки и дети бежали их мы их уводили окольными путями распределили по деревне а они тогда вахтовым методом полиция несколько суток дежурили возле лагеря им нужны были адреса детей и они начали преследовать родителей шантажировать их чтобы они написали на меня пакости жалобы родители но ни один на это не пошел то есть уголовное дело воздвигнуть а так только административно они у нас и у нас много несоответствий но несоответствие пошли нормы свои написали по нашим нормам они нам не соответствуют вот они начали писать там что нашли у кастрюли у покрышки отбитая эмаль но это понятно а можно перебить вас на мне интересно дальнейшее вы будете его продолжать или у вас закрыт уже на постоянной лагерь закрыт расформирован потому что дальше абсолютно невозможно но мы будете искать обновить возобновить это перестроить да 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 мы сразу же на другой день приступили переходить другой формат как нас сказали мы скупили несколько домов да и там прописаны наши люди и дети это приглашенные в гости уже никакого лагеря нету но тоже самое мы это делаем я занимаюсь снабжением но тут сбором детей подвозом а остальное делает другие я могу быть только как говорится смотреть и молиться ну хорошо и гнать и тихонович спасибо большое за вашу маленькое интервью может быть потом время будет у меня я еще с вами свяжусь извините что оторвал вас время нет ничего я хотел спросить вы христианин да мы баптисты баптисты а мы православные но я понял я по роликам понял вас и видел когда вы встречались на некоторых роликах с баптистами да да у меня обращение было там тогда баптисты были соединены с пятидесятниками вместе это мне дали библию обращение в этом заключала что бог есть и суд божий я знал это с малых лет мать была глубоко верующей а евангелие получил только 72 году ну ладно до свидания я не могу больше разговаривать спасибо да вас во славу боже за ваше общение всего хорошего всего хорошего с богом